Всем привет! Вы на канале Технолинк. В этом видео мы рассмотрим проектор Взятко Си-2. Для вашего удобства я закреплю ссылки с актуальными ценами на все магазины в описании и в закрепленном комментарии. Если хотите меня поддержать, то можете поставить лайк и подписаться на канал. Я буду вам за это очень признателен. Небольшая пауза и приступаем к обзору. Устройство поставляется в довольно большой черной коробке, которая выполнена из довольно-таки толстого картона. Фронтальная часть имеет эскиз проектора и название LED-проектор. Спереди коробки находится таблица с его техническими особенностями. Внутри коробки находится небольшая коробка, в которой лежит адаптер питания и кабель. А сам проектор со всех сторон защищен пенопластом, чтобы он доехал целым и невредимым. Кроме проектора, в коробке имеется кабель на аудио, видео и стерео, HDMI-кабель, инструкция, есть русский язык, что немаловажно, подарочные 3D-очки и пульт управления. Комплектация довольно-таки стандартная, проектор имеет все необходимое для обычного использования. Хотя, если бы положили приносную сумку, я бы не сильно расстроился. Внешний вид взятка C2 соответствует, ну, типичному дизайну большинства недорогих устройств в этом ценовом сегменте. Проектор получился довольно увесистым и внешне во многом напоминает своего основного конкурента T26K. Корпус выполнен из пластика черного или белого цвета. Размеры не совсем маленькие, но и небольшие. 320х240х130мм, а весит он около 3 кг. Конечно, часто носить его на работу или на учебу будет не совсем удобно, но для домашнего использования подойдет в самый раз. Весь корпус выполнен из прочного пластика, но ощупь он немного рифленый и отпечатки пальцев не остаются. Поэтому и претензий к качеству материалов и качеству самой сборки нету. На лицевой стороне располагается линза с защитным колпачком. Отмечу, что колесо фокусировки находится на рамке линзы. На верхней части имеется стандартная панель навигационных клавиш и кнопок управления. На боковых частях устройства установлена решетка для теплоотдачи, а также более четкого звучания двух стереодинамиков мощностью в 10 Вт каждый. Звук действительно очень громкий и даже присутствует небольшой бас, который приятно слушать. Тут же имеется элементарный фильтр, предотвращающий попадание пыли и мелкие части грязи внутрь проектора. Также на тыльной стороне расположились два USB 2.0 порта, два HDMI, VGA порт, AV-выход и разъем для наушников. Чуть ниже имеется кнопка включения и разъем для кабеля питания. На нижней части установлены четыре резиновых ножки. Они обеспечивают хорошую посадку на поверхность. Он может быть установлен как на ровную поверхность, так и под потолок с помощью креплений под кронштейн. Для управления проектором используется пульт, выполненный из белого пластика. Количество кнопок на нем минимальное. За счет своего цвета его легко найти в темноте, и он отлично сочетается с дизайном проектора. После первого включения вас встречает довольно яркая и насыщенная картинка. Этот проектор использует удобное и простое меню, которым достаточно легко управлять. В меню настройках все стандартно. Можно настроить цвета передаваемой картинки, выставить соотношения сторон, управлять настройками звука, изменять язык и многое другое. Но я бы хотел акцентировать внимание на некоторых особенных функциях. Это 4D Case Stone. Это достаточно уникальная функция, которая способна цифровым методом искажать изображение экрана. Каждую грань можно менять до 45%. Это позволит установить проектор немного сбоку от экрана. Ну а что касается технических особенностей, то я сейчас о них немного расскажу. Проектор использует родное разрешение Full HD или 1920 на 1080 пикселей, как вам удобней. А также устройство поддерживает видео формата 4К. Оптимальный размер проекционного экрана составляет около 110 дюймов. Хотя можно добиться максимального размера в целых 200 дюйм, если расположить проектор на стоянии 6 метров от экрана. Во время просмотра видео или фильмов, проектор показывает действительно потрясающий результат. Как по цветовой каме, так и по самой яркости. Если говорить об углах обзора, то этот проектор можно смотреть под абсолютно любым углом. Изображение не искажает краски и просмотр фильма не будет портить вам зрение. Ну а что касается яркости, то здесь 6700 люмен. В дневное время суток просмотра фильмов или телепередач будет не таким насыщенным, и некоторые очень темные сцены пропадут. Но при хорошем затемнении днем или ночью, можно с легкостью смотреть любимые фильмы или сериалы. Стоит отметить срок службы лет лампы, который составляет 50 тысяч часов. Это около 10 лет, если смотреть фильмы каждый день по 8 часов. Достаточно редко можно найти действительно качественное устройство, которое имеет неплохие показатели по качеству, как и сборки, так и передаваемого изображения на экран. Взятку C2 это интересная модель проектора бюджетного класса, с возможностью воспроизведения высококачественного контента. Хороший запас яркости и контрастности в тандеме с качественным проекционным экраном может посоперничать даже с более дорогими моделями. Если анализировать отзывы покупателей, то в целом они носят положительный характер. Главное не ошибиться при выборе варианта комплекта поставки и купить именно то, что вы хотите. Еще раз напоминаю, что ссылки с актуальными ценами на все магазины находятся в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. А это был обзор на проектор Взятку C2. Если вы пользователь данной модели, то поделитесь своим мнением в комментариях. Ну а если я вам помог с выбором проектора, то вы в свою очередь поставьте лайк и подпишитесь на канал. До встречи в новом обзоре! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok